Это программа МОРАЁН. И сегодня мы говорим о том, где и как москвичи могут бесплатно заниматься спортом. У нас в студии двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и куратор танцевального направления проекта «Спортивные выходные» Тонио Назаров. Тонио, Влада, Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Тонио, вы куратор танцевального направления всей программы «Спортивные выходные». Та, которая проходит в офлайне, живьём, да. Такой острый журналистский вопрос. Как спорт появился в вашей жизни? Ну, вы знаете, я на самом деле нетипичный тренер по танцам, потому что мой основной вид деятельности – я предприниматель. И я даже шучу, что я самый танцующий предприниматель Москвы. Но это как раз, мне кажется, очень показательно, потому что демонстрирует всю идеологию проекта, что спорт, он для всех, да, и предприниматели, и студенты, и пенсионеры, кто угодно могут участвовать в этих тренировках, в принципе, могут заниматься спортом. Конкретно в моей жизни, ну, спорт в той или иной степени был всегда, но именно в нашей семье так получилось изначально, что… Извините, а ваша семья – это уточните просто. Моя супруга стала 11 лет назад инструктором по зумби. Она стала одним из первых инструкторов по зумби в Москве. И как-то, глядя на нее, я тоже втянулся, и через какое-то время тоже прошел обучение, стал тренером зумбы. Вот с тех пор у нас такая вот спортивная семья. Сейчас дети уже тоже начинают зумбу называть. Тоже в зумбу, да, погружаются? Ну, там уже посмотрим, конечно, захочется им зумбу выбрать или что-то другое. А как именно городским этим тренировкам вы присоединились? Два года назад, да, проект, он уже существовал, да, но он так вот расширялся. И искали инструкторов для того, чтобы в течение всего лета вести занятия в парке. Обратились к нам, но поскольку мы зумбой специализированно так вот занимаемся уже много лет, то мы начали сотрудничать с городом, и вот с тех пор работаем плотно, ведем тренировки каждое лето. И вот с этого года у нас впервые, даже в зимний период занятия не прекращались, даже в течение зимы на некоторых площадках в Москве мы тоже вели занятия по танцам, танцевальной тренировке в рамках проекта «Спортивные выходные». Дмитрий, а вы знаете что-нибудь про спортивные выходные? Ну, я апологет спортивных выходных. И хочу сказать, что я безумно благодарен тем людям, которые вообще эту движуху придумали, начиная с мэра, потому что это абсолютно беспрецедентная история. То есть Москва в этом смысле, она задает тон. Не просто как столица нашей Родины, а как еще настоящая спортивная столица и не только Российской Федерации в данном случае. Мы говорим про целую планету, потому что город, который принимал бесчисленное количество спортивных мероприятий, начиная с Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу, но плюс ко всему еще в этом городе, помимо удобств всевозможных житейских, есть еще мощнейшее удобство занятия спортом. И глядя на то, как ширятся парки, глядя на то, как расцветают велодорожки, глядя на весь тот движ, когда все от мала до велика приходят, и хочешь танцуй, хочешь занимайся спортивной ходьбой, хочешь с палками по-северному или скандинавски, хочешь без палок, хочешь бегай и так далее. И это великая история. Вот, да, моя легендарная банка, может быть, не такая мощная, как у Шварценеггера, но вполне похожая на бицепс Фрэнка Зейна. Был такой замечательный культурист, мой любимый, кстати говоря, который брал не объемами, как некоторые, а именно вот таким интеллектуальным подходом и замечательными пропорциями. Но если говорить серьезно, то спортивные выходные – это история, которая подтягивает за собой абсолютно всю страну. Вот, глядя на Москву, уже и губернаторы, и спортивные начальники многих городов, регионов, они понимают, к чему нужно стремиться. И вовлеченность колоссальной аудитории. То есть мы же не для галочки вот тут ходим, танцуем, бегаем, катаемся на велике, а мы действительно занимаемся своим собственным здоровьем. И я с той поры, как вернулся в большой спорт, я сейчас поясню, то есть какое-то время занятия были такие достаточно хаотичные, но где-то еще до начала пандемии я вдруг понял, что мне что-то не хватает. Кислорода не хватает. И сейчас, когда я хожу с моими любимыми палками банджи-пам, когда я катаюсь на велосипеде и перехожу на ночные эфиры, кислорода начинает наконец-то хватать. Потому что ты занимаешься спортом, сердце стучит, голова работает, крылоснабженница, замечательная совершенно. И вот эта рубрика личным примером, она работает от А до Я. То есть я в этом смысле человек счастливый, что я могу в моем родном городе, в любом парке, где бы там ни было, в будний день или, например, в выходной, заниматься спортом. И мне предлагают вот этот целый рост, вот этот вот домик карточный, да, с пройсным фундаментом, он не упадет. Для того, чтобы ты мог там все свои желания воплотить в жизнь. Влад, а вы вот как профессионал, многократная чемпионка, считаете, что вот нам, простым людям, нужен этот самый кислород? Или он нужен только вот профессионалам? Конечно же нужен. Вообще, как бы это банально сейчас не звучало, спорт — это действительно жизнь. И я за свою вот спортивную карьеру, у меня были операции, не из-за того, что случился перегруз, а из-за того, что я просто расслабилась, решила, что нужно немного от спорта отдохнуть, мышцы спали, и все. Из-за этого мой скелет сказал, что давай будут вылетать у тебя колени. И я сейчас понимаю, что после этого спорт действительно стал моей жизнью. И не то, что мне нужно им заниматься, я хочу. И после того, как я столько вообще лет потратила на синхронное плавание, который вид спорта многогранный, то есть он включает в себя очень много других видов спорта, я хочу пробовать дальше, и я очень рада, что вообще такой проект зародился. Он нам всем был очень нужен, особенно после пандемии, когда мы все сидели по домам. Да, мы онлайн пытались заниматься как-то с кем-то. Но это не то, правда? Это не то. Конечно, нужно встречаться с людьми. А вы встречаетесь с людьми? Вы участвуете в каких-то городских мероприятиях? Я, кстати, часто просто гуляю по парку и вижу, что люди чем-то заняты. Я просто подхожу и начинаю вместе с ними танцевать, заниматься йогой. Я для себя вот именно в парке открыла йогу. Просто вот сказали, не хотите с нами попробовать? У меня было время, я попробовала. Это такая вообще красота. Ты смотришь на вообще весь этот ландшафт. Ты знакомишься с людьми. Ты узнаешь из каких-нибудь... Ты стала спокойной. А когда это я была неспокойная? Была неспокойная. Не знаю, Дмитрий, когда это вы меня такое видели. У нас спорт такой, что нам беспокойство и нельзя вообще... Не, ну Лада Диза говорит абсолютно правильные вещи, что просто может любой желающий присоединиться. И вот этот движ, он касается же всех от мал до велик. И можно выбрать, что нравится. Можно выбрать танцы, можно выбрать что-то спокойное. Я в восторге от этого проекта. Я участвую и действительно считаю, что это очень здорово. Я думаю, что очень здорово, что все это бесплатно еще для москвичей. Нет, это понятно. Фишка еще в том, что ты от спортивных выходных потом на спортивные будни переходишь. Это становится просто уже частью твоей жизни. Я вот, например, опять же, с той поры, как я начал, я каждый день хожу с палками и катаюсь на велосипеде. В отличие от скандинавской ходьбы, вот по картинке сейчас это видно как раз, у меня палки с амортизаторами, то есть там немножко другая история. Ты можешь делать абсолютно там любые истории. То есть они с амортизаторами, и ты можешь подпрыгать, можешь бегать, можешь прыгать, можешь просто... То есть ты стоишь, вот упражнение, это голень, это дельта, это трицепс, выпады пошли, то же самое. Ты можешь их вот так, то есть по-разному. Можешь прислониться к стенке, там как-то отталкиваться. Любая история. И здесь важно то, что ты потом без этого... То есть я вспоминаю себя, когда я был спортсменом, еще занимался греблей. И вот это вот ощущение тренированности, ощущение вот этого гормонального такого хорошего всплеска, когда ты постоянно вот нуждаешься в этих эндорфинах спортивных. Тебе уже не хочется там заниматься всякими излишествами, и ты просто хочешь держать тебя постоянно в тонусе. Я вот сейчас, когда закончится съемка, я пойду еще прочитаю одну лекцию для студентов, и успею доехать, может быть, до Лужников, может быть, до Сокольников, да, и заняться перед сном спортом. И в этом смысле удобство, конечно, оно колоссальное. Парки сумасшедшие, город. Город стал вообще, как признанной европейской столицей, еще и очень сильно удобным для спорта. И дело не только в том, что бесплатно, вот вы сказали, еще и очень доступно в том плане, что огромное количество площадок, огромное количество локаций в рамках проекта «Спортивные выходные» в том числе, и год от года это количество локаций увеличивается. То есть в этом году, помимо традиционных парков, добавились еще дополнительные интересные какие-то знаковые городские локации. Можно вот на сайте проекта посмотреть, в любую из них записаться и прийти на тренировку. А у проекта есть сайт, да? Конечно, да, можно вот вбить в любом поисковике «Спортивные выходные». У нас 21 век, Евгений, у нас есть сайт у проекта любого. «Спортивные выходные» вбиваете, и вот первый же результат, там будет и вся информация, и расписание тренировок, и там же можно записаться, выбрать удобную локацию, прийти на любую удобную тренировку, и вуаля. Я вот смотрю у сенсея, лица девчонок, да, которые повторяют движение. Вот он, был такой лозунг, над ним все смеялись в свое время давно-давно. Все во имя человека, все для блага человека. Когда ты видишь, как за молодым человеком, как раз вот это, от мала до велика, да, глядя на эти кадры, тусовка идет, и счастливые лица детей, женщин, там и мужики, глядишь, подтянутся. Подтягиваются, подтягиваются. Да, я всегда, конечно, поэтому... И танцуют еще в два раза активнее. Самое главное, чтобы женщина... Почему я всегда говорю, женщина — это главное. Когда женщина сидит, смотрит телек, значит, все подкаблучники мужики тут как тут, дети пришли, родители и так далее. Женщина танцует, мужчина говорит, ого, я не только пою, так я тоже еще потанцую. Ну, это вот как раз случай, Тони, ваш случай. Записывайся тогда на занятия. Запишемся без всяких сомнений. А кто в основном все-таки приходит? Вот Дмитрий гендерный такой вот аспект обозначил. Ну, то есть мужики здоровые, двухметровые приходят. Именно на танцы приходят, конечно, меньше, но приходят тоже. А иной раз танцуем с девочками, да, и вдруг, смотрю, появился на горизонте мужчина, отплясывает прям в два раза активнее всех остальных. И, ну, очень классно. Так что, конечно, это... А я смотрю, вы сами наслаждаетесь. Вам вообще... Да, нравится. Нет, но если сенсей не будет кайфовать, то тогда зачем, собственно, все это нужно? Конечно. Должен сам учитель всегда получать удовольствие, и тогда это передается, на самом деле. Цепная реакция в спорте. Вот как, например, Татьяна Николаевна Покровская, когда в группе кайфует тренер, и видно сразу, как девчонкам синхронисткам тоже начинает нравиться. Конечно, мы все должны любить свое дело. И в этом плане вот ваше лицо, оно прям вдохновляет. Я хочу уже и ваши палки эти попробовать, и ваши танцы. Это прям что-то невероятное. Я надеюсь, мы сегодня попробуем. Кстати, мы можем попробовать танцы прямо сейчас. У нас, в общем, музыка подготовлена. С удовольствием. Давайте, да. Ладно, станцуем? Ну, конечно. Давай, я тоже попробую так и быть. Ура! Ну, давайте у нас, может быть, там не прямо танцы, а такая небольшая фитнес-разминка. Главное, улыбаемся. Так, нам вниз, да? Давайте вниз, да, наверное. Вперед. Ура, моя любимая. Отлично. Ай, молодцы, молодцы. Давайте с другой ноги. И оп! Он никогда не остановится. Нет, тоже так. Выключайте музыку. Ура! У нас там, где-то очень здорово. Огромное вам спасибо. Не только за танец, а после рекламы мы продолжим разговор о занятиях спортом в Москве. Музыка. Музыка. Музыка.